В этом саду даже сантехника цветет. На шестисотках Татьяна Левит, ее супруг, сказку пишут. Синтепон, колготки, проволока. Старуха из рыбака и рыбки здесь не так одинока, как у классика. Кроме нее на огороде службы несут работяга Любава и страж Георгий. Мужу на день рождения подарили ружье. Ну, естественно, к этому ружью, жалко было его выбрасывать, и, естественно, к этому ружью пришлось сделать пугало. Воплощение в жизнь идеи Татьяны, обязанность супруга по профессии, он инженер. Для каждого персонажа делает специальный чертеж. У нее в голове какое-то эфирное создание возникает, а в деревяшке и железке воплотить это без чертежа с первого раза невозможно. Поэтому приходится переделывать по 20 раз. Уже все всего наелись, все есть. Сейчас и в магазинах, и в садах. Хочется что-то для души, чтобы было красиво. На ярмарку-выставку по случаю дня рождения Заречного Татьяна привезла не всех своих героев. Говорит, здесь и без меня умельцев хватает. На изготовление одного такого изделия у Леонида Спиридоновича уходит больше недели. Ему 66, 15 из них за станком. Ну какой вид вот в голове он у меня, как говорится, сформировался. Все, я вижу уже. Я срубил, четыре месяца сохнет, допустим. Взял за руку. Я вижу, что уже получится. Есть у нас творческие люди, а есть у нас деловые люди. Они друг друга всегда должны дополнять. Можно на этом и зарабатывать, да проще секретами производства поделиться, считает Татьяна. Некоторые соседи, кстати, заглянув однажды через изгородь, перестали старые колготки и проволоку выбрасывать. Игорь Крупченов, Сергей Ротканов, События ОТВ. Дополнаете по военному делу, он все разбирается. Стаканчиков какие-то наточили измерить.